Всем привет, друзья! С вами Мортит. И сегодня у нас плавный неспешный нагиб с G36K. Это штурмовая винтовка, которую можно получить достаточно рано. Что у меня не было? Дабл килл! С подчином тебя! Спасибо! Винтовка хорошая. Для своего уровня, для того момента, когда ее можно открыть, очень даже ничего. Что касается игры на ветеранах, где я сейчас играю, то, пожалуй, все-таки слабовато она. Ничего особенного в ней нет. Я использую глушитель, поскольку комната почти пустая. Ну, тем не менее, даже при таком раскладе, поскольку мы бьем где-то сбоку, в тыл, в спину, все получается. Можно нагибать, можно убивать, можно побеждать. о, кто-то есть там, да? Давай подождем его. Вот так. О, дабл килл. Да, определенный успех сегодня нам сопутствует. Успех, удача, все получается. Играет приятная, красивая музыка. Осторожно, граната! Я бы мог назвать данный нагиб расслабляющим. В какой-то степени это так, но я назову его просто. Плавный нагиб, знаете, такой неспешный, под который можно расслабиться. Можно просто получать удовольствие. Либо немного посмеяться. Это уж кому как угодно. Вот так. Очень хорошо. Все получается. Винтовка обладает достаточно простой отдачей. В общем-то, как таковой отдачи нету. Ну, серьезной, чтобы приходилось контролировать. Я вообще не контролирую. Контролю нормальному, эффективному данной отдачи не поддается. Просто стреляете и все. Прямо зажимом, чаще всего. Либо отсечкой, либо прокликом. Как отсечки, так и проклик у данной винтовки достаточно посредственно. Но, опять же, это не мешает нам вести эффективный бой. Эта винтовка хорошо подходит для кемперского стиля. Для того, чтобы ударить в тыл. То есть, такого, либо кемперского, либо грамотного раша аккуратного. С целью зайти в тыл, как я люблю. И в командном бою это мой излюбленный стиль. Если на мясорубке я, в общем-то, использую даже не раша, а просто бегу как пушечное мясо, то в командном бою мне нравится тактический раш. Аккуратно зайти и нагнуть. Вот так да. Очень даже можно все это делать. Что хочу сказать по поводу также игры с данной винтовкой, а также со схожим оружием, особенно на карте стоянка, да и не только на стоянке, на картах, где можно как раз применить какие-то тактические действия, обойти противников. Например, это очень эффективно делать с пистолет-пулеметом УМП. Многие недооценивают зря. Хэдшот, детка! ЮАС! Оу! Да? Зря недооценивают данный пистолет-пулемет, просто вы понимаете в чем дело? Он весьма эффективен при стрельбе в голову даже с глушителем и в спину, то есть все замечательно. Очень хороший пистолет-пулемет, но только под определенный стиль. Это является главным уводим оттуда. Ой, кто это там у меня так стреляет? Кто нового в команде? Ооо, это мой товарищ, мой подписчик и товарищ Бок Хан. Да, он, кстати, опасный противник. Такой, знаете, нагибатор. И вооружен он, скорее всего, того Арктар, что, я думаю, весьма усложнит мою жизнь, поскольку, если бы у меня был автомат Калашникова, Тайп, ACR, то я бы смог еще поперестреливаться с ним. А вот с этим, ну, пока не знаю. Попробую сейчас, конечно, вот он. Давай. Нет. Слишком слабый урон, слишком маленький у данной штурмовой винтовки с глушителем. Или с глушителя, собственно говоря, помощнее, но он все тоже самое. Все-таки, как я уже сказал, оружие для тактических действий. Зайти в спину, строить засаду. Для этого оно подходит намного больше. Так же, как и пистолет-пулемет ОМП у инженера. Мы постараемся сейчас под покровом пыли от этого тумана кого-нибудь либо подловить, если получится, либо аккуратно зайти на базу и разобраться с противниками. Я думаю, и то, и другое вполне возможно. И вот мы заходим и нас уливает. Ну, что ж, бывает. Игра идет очень размеренная, неспешная, как я уже сказал, плавная нагиба. Такой душевный метод. И, кстати, друзья, еще несколько видео уже есть. Я их загружу соответственно через несколько дней все. И мы будем играть, точнее, не играть, а записывать видео в 50 FPS. Почему 50, а не 60? на самом деле особой разницы я протестировал и увидел. И при 50 FPS, и при 60 FPS картинка очень плавная и приятная. Попробуем. посмотрим, как оно будет, какой будет объем, сколько будет загружаться. Наиболее длительные видео большие. Возможно, я по-прежнему буду делать 30 FPS, но большинство видео имеют шансы перейти на 50 FPS. Будущее видео соответственно, я про это говорю. И вот, по-моему, наш товарищ перестреливается с кем-то, находится на возвышенности, а нам надо текать, потому что там еще появился снайпер. Узывы, конечно, очень приятные. Прямо такая, что перед сном можно слушать в качестве расслабляющего нагиба. Да. и вот, вот кто-то там есть. По-моему, это был Бог Хан, мой товарищ. Вот он кого-то убил, я смотрю. И времени осталось всего около полутора минут. Наша команда ведет, хотя сейчас мы уже в меньшинстве, а начиналось все иначе. И посмотрим, что у нас получится. Вот так. Я убил своего товарища и подписчика. я думаю, он не обидится на меня за это. В конце концов, он меня убивал уже два афетом. Так, вот, вот, и снова дабл килл. Очень душевно. Мне нравится. вы знаете, отличительной особенностью данной винтовки является то, что, несмотря на всю свою простоту и небольшую огневую мощь, она очень практична. Нагиб. Да, меня нагиб. Как вы видите, очень простая отдача, достаточно хороший темп стрельбы, и поэтому убить противника можно достаточно быстро. Никаких мучений с этим не возникает. И сейчас попробуем еще кого-нибудь подловить, если, конечно, получится. Я надеюсь, что со своим подписчиком я больше не встречусь, потому что воевать против Товор Тар, когда у тебя в руках G36K, ну, прямо скажем, не очень комфортно. Однако, если будет такая необходимость, мы попробуем. Человек бежит. Давайте посмотрим, что он тут хочет. По-моему, это медиклян. Получи память. И узнать, по-моему, это все. Сегодня у нас не было огромного количества эмоций, не было и слишком большого расслабления. Сегодня у нас был плавный, душевный, спокойный нагиб, И с винтовкой G36K, как вы видите, можно вести эффективную игру. На этом все. Мы с вами увидимся в новых видео. Если вам понравилось, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех. До новых встреч. Редактор субтитров